здравствуйте меня зовут светлана воронская и сегодня я покажу вам как я делаю объемные цветы цельновальные на шарфе для начала нам надо разложить отдельно лепестки сегодня у нас цветы будут по форме напоминать маки обычно я использую несколько цветов шерсти сегодня у нас будет вот такие оттенки морской волны и черный я думаю что я начну с темного и потом буду наверх как бы наращивать светлые оттенки шерсти для этого я раскладываю лепестки вот таким вот веером цветы будут достаточно объемные поэтому лепестки у нас тоже достаточно объемные так как лепестки будут у нас не ровненькие такие гладенькие равномерные поэтому соответственно и раскладка шерсти не должна быть такая прям сильно как бы равномерная то есть можно даже специально немножко сделать ее немножечко такой неравномерной сделаем 11 цветов где он побольше сделаем допустим 7 лепестков на втором сделаем 5 и сделаем его чуть поменьше верхний край у нас вот этот лепесток он вот так открыт это у нас будет серединка мы ее будем приваливать к изделию поэтому мы ориентируемся что это наш верхний край и я сейчас делаю наверно небольшую растяжку по цвету сверху раскладываем достаточно плотно потому что во первых нам будет его усадить чуть-чуть под растянуть и шерсти должно быть достаточно с ней не экономим и какие-то лепестки можно сделать поменьше какие-то побольше потому что простраивать будем так что у нас будет нижний допустим может быть там четыре да и внутри у нас еще три будет соответственно нижние должны быть немножечко побольше внутренней чуть поменьше так как у нас цветы не подразумевает какую-то идеальную раскладку здесь на самом деле это очень хороший момент куда можно утилизировать какие-то свои остатки шерсти может быть какую-то залежавшуюся шерсть или какие-то ненужные маленькие отходы я делаю сейчас такие неравномерные вкрапления цвета мне нравится когда эта история такая многогранная с несколькими оттенками и я думаю что сверху я еще положу какие-нибудь какие-нибудь волокна декоративные так и сверху я для красоты для блеска разложу немножечко волокон шелка малбери я люблю раскладывать их именно такими прожилками не полностью чуть-чуть совсем после того как мы разложили волокна они у нас сегодня немножко как живые существа липнут к рукам так после того как мы разложили мы смачиваем водой причем воду можно взять с каким-то средством лучше наверно сфере потому что она тогда схватится пожестче и машинкой жужжим только верхнюю часть то есть вот этот нижний край где-то сантиметра два наверно три не захватываем и проходимся все все листочки только сверху нижний край не жужжим потому что этим нижним краем мы потом будем приваливать к шарфу водичка может быть теплая чтобы рукам было приятно не сильно горячее чтобы наша шерсть не свалялась преждевременно прежде нежели мы ее сцепим шарфом аккуратно руками выдавливаем весь воздух можно нижний край немножко пальцами под собрать и жужжим машинкой как я уже сказала машинку ставим на верхнюю часть нижнюю часть при этом оставляем открыты сантиметра три четыре даже после того как мы слегка прожужжали машинкой она уже немножко держится ну конечно еще но все такое немножечко слабенько как бы теперь мы перекладываем аккуратно на и киевскую пленку аккуратненько на киевскую пленку и лицом вниз не забываем что нижнюю часть мы не жужжим почему мы сразу не разложили на и киевской потому что если бы мы разрешили разложили сразу на киевскую пленку и жужжали машинкой она очень резко стягивает шерсть и могут остаться проплешины и может она может немножко развалиться поэтому первую стадию я делаю либо на пупырки либо вот как сейчас было на подложке под номер от когда она немножечко схватилась тогда уже перекладываю на пупырку и жужжу опять в верхнюю часть каждый листик с изнаночной стороны а почему с изнанки потому что изнанка у нас тоже должна быть уже хорошенечко пришлифованная притертая потому что когда мы будем выкладывать на на наш шарф чтобы она не привалялась не сцепилась то есть она уже должна быть немножечко подвальными и вот она наш листик он должен быть вот в таком временном состоянии то есть он уже схватился он уже не разлазится достаточно неплохо держится кончик у нас не не привален и откладываем и так все листики проходим один за другим после того как мы прожужжали листочки мы можем их немножечко отжать в полотенце и отложить пока не разложим свой шар и так мы разложили на шарф и сейчас я покажу как мы будем крепить наши цветочки в эти места которые я приготовила для них нам понадобится блокираторы из клеенки их можно нарезать из любого пакета желательно чтобы он не был сильно плотный вот но и слишком тоненький тоже не подходит те кто такие шуршащие тоненькие не очень хорошо потому что они под вибрации машинки имеют тенденцию улетать сижать вот поэтому я беру такой средней плотности пакет и нарезаю полосы дальше мы действуем так мы прокладываем пакет примерно смотрим где у нас будет располагаться лепесток берем лепесток помните это место которое мы не жужжали машинкой она у нас не сваленая и выкладываем так чтобы это место не сваленное соприкасалась с разложенная свежей шерстью тоже не сваленный так положили можно немножечко немножечко убить водой блокиратор у нас для того чтобы лепесток не свалялся сосновой потом я обычно беру вот так вот и загибаем таким вот как бы загибом надо аккуратно не сдвинуть столь на нашу раскладку и ставлю следующий лепесток таким образом вот этот загиб он служит блокиратором между двумя лепестками то есть они между собой тоже не сцепится потому что хоть мы и прожужжали их машинкой но при последующем валянии все-таки могут сцепиться поэтому я их между собой тоже разграничиваю сделаю изгиб чтобы он шел по кругу прибиваем водичкой чтобы он держался следующий залом и следующий лепесток и все то же самое прибиваем водичкой и дальше можно даже вот так завернуть три четыре пять штук поставить или 4 3 давайте 4 3 чуть-чуть по двумя и вот этот последний здесь у нас 7 лепесточков мы сделаем нижний ряд 4 и сверху еще три так прибиваем они у нас приклеились держится здесь у нас все хорошо между собой сильно они как бы не стыкуются и теперь все то же самое выкладываем следующий ряд закрываем и как правило я потом следующий ряд ставлю уже на стыке то чтобы они чуть-чуть были в такой шахматном порядке вот тут у нас три лепесточка распределяем один вот 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 Сейчас можно еще раз согнуть ее. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь повторяем ту же манипуляцию со вторым нашим цветочком. Только у нас здесь будет 5 лепестков. Теперь берем водичку теплую с моющим средством и хорошенечко промачиваю. Так, чтобы вот середина, все слоя, которые мы сейчас сцепили, чтобы они хорошенечко были мокрые. И после этого теоретически можно ставить машинку. Но я сейчас смочу весь оставшийся шарф. И потом... Самое главное, вот, прижужжать сердцевину сейчас, чтобы все слои между собой взялись. Так, мы намочили с жестким моющим средством. С жестким, чтобы точно наверняка все схватилось. То есть это может быть либо ферри, либо, допустим, я еще использую диш-дропс. Он вроде бы не жесткий, но достаточно жестко работает. Вот. Теперь наша главная задача хорошо схватить середину. То есть те места, которые у нас не были свалены в листочках, они все в одном месте здесь у нас в середине. И очень важно на вот этой стадии сейчас машинкой хорошенечко их прихватить. И теперь мы начинаем потихоньку, вот в том порядке, в каком у нас она была здесь привалена. Держится уже. Начинаем его расчехлять. Прожжали листок этот, можно убирать по порядку вот так вот сюда. Теперь у нас следующий вот этот листок. Его прожжали. Вот в основании, где он держится. Поднимаем. Так. Убираем. Вот этот у нас следующий. Так. Поднимаем. Убираем. Так. У нас последний здесь вот, кажется, вот этот. И аккуратненько вот и основательно, именно вот у основания, где он должен сцепиться, проходим с машинкой больше, с большим нажимом. Вот он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И после этого также проходим область вокруг цветочка, фиксируем шерсть. Сейчас я пройду с машинкой весь остальной шарф, а потом покажу, что мы делаем дальше с цветами. Открываем наши цветочки. Открываем наши цветочки. И дальше нам важно при усадке и при валянии сформировать каждый лепесток. То есть если мы будем продолжать валять в плоскости, они таки подсядут и сваляются, но они будут такие плоские и нерельефные. В смысле вот сам край тоже будет такой, ну как бы округленный, да? А наша задача сейчас на такой стадии, когда они в принципе чуть-чуть уже подвалены, но при этом они все-таки достаточно хлипкие еще. То есть шерсть внутри еще дает себя двигать. Она не очень сильно сцеплена, и ее можно как бы формировать. И дальше мы действуем так, что мы берем каждый лепесток отдельно и начинаем его прям валять. Можно его чуть-чуть покрутить. И расправляйте. Видите, я уже вот этим движением, я на нем сделала такие неровные края. Немножко здесь у нас уплотнения произошло, а здесь нет. Вот, и таким способом мы потихонечку начинаем его усаживать. И прям визуально смотрим, как нам самим и нашему глазу красиво, так вот его и усаживаем. То есть чуть-чуть, чтобы чуть-чуть уплотнить, можно его покатать немножко здесь. Держится все у нас уже хорошо, ничего нигде не отвалится. Видите, он прям раз и стал поменьше, прям усаживается на глазах. Вот, но при этом мы его формируем. То есть вытягиваем у основания, потому что нам нужна форма. И края чуть-чуть тоже там, где надо, прям посильнее, с нажимом притираем. И потихонечку таким образом его прям усаживаем. Вот, и в принципе, вот плюс-минус один лепесток у нас уже чуть-чуть хочется его перевернуть. Почти готов, ну чуть-чуть его сейчас еще. Вот, вот один у нас уже есть, видите. И таким образом проходим каждый лепесточек. И получается, что вот уже при самом валянии мы сформировали их, придали им форму. И потом, просто надо дать им в этой форме высохнуть. Но так как она у нас уже в процессе валяния сформирована, она уже впоследствии не разойдется. Потому что она за счет того, как мы его валяли, уже держится. Вот. И таким же образом делаем второй цветочек. Вот так выглядят наши цветочки в сухом виде. Форму отлично держит. При этом они достаточно легкие. Шарф в целом не утяжеляет. И финальным штрихом можно вышить, допустим, серединку какими-то бусинками, пайетками, как вам нравится. Вот. Я выбрала черный цвет, потому что вокруг шерсть тоже черная. Мне кажется, что в целом получилось достаточно романтично и симпатично. И хотела добавить, что таким же образом можно присоединять к шарфу или к любому другому изделию всякие другие формы. То есть оставляя неподваленный кончик и потом машинка его как бы приклеивая. Вот. И хотела вам пожелать удачи в ваших экспериментах. Обязательно делитесь результатами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok